Хмурое небо, сильный ветер. Погода в Белгороде стояла, прямо скажем, не самая футбольная. Пожалуй, оттого и на трибунах, несмотря на статус соперника и турнира в целом, без супер-ажиотажа. Тем не менее, кому гнать любимую команду вперед на стадионе было. И салют это чувствовал. Наши футболисты неплохо начали игру. Белгородцам удавался контроль мяча и интересные комбинации в атаке. Не тушевались и гости. У текстильщика проходили и позиционные наступления, и быстрые фланговые. Нередко ивановцы использовали выверенные передачи верхом. И уже на 16-й минуте одна из таких стала результативной. На точный пас откликнулся Апаев. 0-1. Казалось, пропущенный гол не подорвал настрой хозяев. Игра по-прежнему шла на встречных курсах. Салют пытался атаковать, но обороны и галки пертекстильщика действовали надежно. Гости, в свою очередь, тоже не сбавляли темпа. На 32-й минуте ивановцы заработали угловой. Стандарт оказался успешным. Несогласованные действия вратаря и защитников белгородцев привели к тому, что Горюшкин удвоил преимущество текстильщика. Не успели хозяева оправиться от второго пропущенного мяча, как у их ворот вновь назрела опасность. 36-я минута. Гости из Иваново разыгрывают штрафной. Серия рикошетов и Апаев оформляет дубль. 0-3. Катастрофический результат для первого тайма. Но впереди были целых 45 минут. Для того, чтобы порадовать болельщиков хотя бы одним голом, времени достаточно. На 68-й минуте усилия Салюта исправить положение вылились в заработанный пенальти. Бить 11-метровый вызвался вышедший на поле во втором тайме Погребняк. Футбольный бог был явно неблагосклонен к белгородцам. Вместе с незабитым пенальти растаяли, пожалуй, и все надежды на камбэк. Счет на табло в итоге не изменился. Салют терпит поражение 0-3. И, увы, в этом сезоне заканчивает выступление в Кубке России. Но как ни крути, для молодой белгородской команды элитный групповой раунд стал уже достижением. И главное, большим уроком, опытом на будущее. Теперь, кто пройдет дальше в подгруппе, в очной встрече решат тульский арсенал и ивановский текстильщик. Ну а Салют Белгород свой ближайший матч проведет уже в эти выходные в рамках ПФЛ. Нашим футболистам предстоит тяжелейший перелет на Сахалин в гости к одноименному клубу. Игра пройдет 4 октября. Сергей Шрамко и Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогория.